Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила снять для вас интересное видео, и оно будет посвящаться моему макияжу. Прошлое мое видео вышло, и вам очень сильно понравился мой макияж, поэтому, собственно, я решила для вас снять видео, где я подробно расскажу, как же я создавала тот макияж. Так что усаживайтесь поудобнее, будем приступать! Обычно самое первое, что я наношу на свое лицо, это увлажняющий дневной крем. Он у меня уже есть на лице, и, наверное, то, из чего мы будем начинать, это будет тональное средство. Вообще, по-правильному принято считать, что нужно начинать с макияжа глаз, а затем уже наносить тональный продукт на кожу, но я люблю нанести сначала тональное средство, а потом уже красить все остальное. В общем, как вы видите, у меня сейчас довольно такое яркое обострение моих высыпаний. У меня вот здесь вот шею попрыщило довольно сильно, подбородок, вот здесь вот сколы, но ничего. Я взяла сегодня более такой плотненький тональный крем. У меня, как обычно, слышно соседей, вы меня простите. Ну и, в общем, этот тональный крем должен неплохо замаскировать мои недостатки. Скажу сразу, я особо каким-то образом не подготавливалась. Кисти у меня не все идеально чистые, и баночка с тональным кремом тоже смотрится не очень красиво. Ну, я думаю, это не самое главное. Мой любимый тональный продукт, который дает мне хорошую стойкость, хорошее перекрытие моих недостатков. И, в общем, в принципе, очень комфортно носится. Это Revlon Color Stay, 24 часа стойкости для комбинированной и жирной кожи, моя версия. И мой оттеночек 180, который называется Sand Beige. 30 мл. Отдельное видео на канале посвящено этому тональному крему, где я его хорошо тестирую. Не помню, правда, сколько часов, но, если вам интересно, я ссылочку на этот ролик обязательно оставлю внизу в описании. Этот тональный крем идеально по оттенку мне подходил летом, когда моя кожа была немножечко загорелой. Но сейчас этот оттенок немножко темноват, поэтому мы его будем разбавлять при помощи вот такого вот тонального крема Collagen. от бренда Enough. В общем, я встряхиваю сначала Color Stay, наношу на руку буквально два нажатия. Мне вот такого вот количества хватит за глаза, даже еще и останется. Теперь встряхиваю хорошенечко вот этот Collagen, прям так хорошо. И тоже два нажатия наношу. Как вы видите, по оттенкам эти тональные крема как бы отличаются. Теперь я возьму какую-нибудь кисть, давайте, наверное, вот такую вот. И хорошенечко это все перемешаю на своей руке. Ну, смотрите, вот такой вот оттенок получается. И не слишком светлый, и не слишком темный. Я думаю, что, в принципе, ну, что-то по типу идеального оттенка вроде бы получается. И буду распределять влажным спонжем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! С тональным кремом я полностью закончила. Вот такой вот финиш получается. Конечно, прям идеально полностью перекрыть все мои недостатки не получится. Потому что прыщики довольно-таки, знаете, объемные. Все равно, если вблизи смотреть, то их заметно. Но если вот так вот на вытянутую руку, то очень даже неплохой финиш. И цвет вроде бы смотрится тоже довольно-таки хорошо. Следующим этапом я пока не наношу пудру. Я хочу, чтобы тональный крем максимально полностью уселся, впитался. Поэтому мы пока перейдем к оформлению бровей. Для этой цели я возьму, наверное, карандаш, которым последние где-то, ну, месяца три пользуюсь. Вот такой вот очень маленький карандаш от Глэн Би. В оттеночке 203, если вам видно. Он у меня, ну, практически уже закончился. Смотрите, какой маленький. Поэтому в последнем заказе я купила новый карандаш от Эвелин. Посмотрим, как он будет себя проявлять. А сегодня возьмем вот эту вот малышечку. По поводу оттеночка. Сейчас я вам покажу сводчик. Вот такой вот оттенок. Ну, в принципе, на бровях смотрится нормально. Первым делом я прочесываю немножечко бровки свои. У меня они очень такие тоненькие, узенькие, торчащие в разные стороны. У меня, в принципе, никогда объемные широкие брови, ну, от природы не были. Поэтому пользуюсь помадками, карандашами, всем, чем только можно. В принципе, единственное, чем я не пользуюсь, это мыло для бровей и тени для бровей. Чего-то как-то мне не особо нравится. Ну, в общем. Не совсем все, конечно, идеально получилось, но вы на это не обращайте внимания. Во-первых, я не визажист, я не профессионал. Во-вторых, я такой человек, который не слишком много времени уделяет бровям. Вот, скажем честно, в макияже мне лучше, красивее, чтобы лег тональный крем, помада, тени, тушь. Ну, вот брови, в принципе, когда они немножко, где-то что-то отличаются, это смотрится более естественно. Прям идеально ровные, красивые брови. Это если вы делаете какой-то там татуаж и все такое. Ну, поэтому имеем то, что имеем. Кстати, гель для бровей у меня от Белор Дизайн, вот такой вот. В принципе, пользуюсь им, но довольно редко. А сейчас я отлучусь, доделаю вторую бровочку, а затем вернусь к вам. Что-то сегодня у меня брови совсем не идеальные получились, не судите, пожалуйста, строго. Переходим теперь к макияжу глаз. Я возьму вот такую вот палетку. Я ее покупала, наверное, еще в начале, когда началась война. И особо, по-моему, вам ее не показывала. Но эта палетка мне понравилась. Она очень удобная, интересная. Здесь есть любимый мой оттенок, который я вам обязательно покажу. Собственно, вот так вот палетка выглядит внутри. Смотрите, какие красивые оттенки. Мне безумно сильно нравится вот этот оттенок и вот этот. Ну, в принципе, вот этот оттенок тоже интересный, но у него такая суховатая текстура, его плохо набирать. Вот это вот часть для скульптурирования лица. Давайте я, наверное, сейчас вставлю вам сводчики, покажу более подробно вблизи, а затем уже будем красить глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА